Школа номер 68 считается отдаленной и маленькой. В ней учатся всего 370 детей. Поэтому дополнительные средства из городского бюджета здесь большая редкость. В этом году школе выделили 3,5 миллиона рублей. На эти деньги сразу отремонтировали фасад здания, теперь он бело-голубой, вставили оконные блоки. Для ремонта в столовой пригласили дизайнера. Он разработал будущий стиль помещения. Теперь школьники завтракают здесь с особым удовольствием. В этом году мы приобрели мармид для вторых блюд, для того, чтобы еда для детей всегда была теплой и необходимого температурного режима. И холодильный прилавок, который был очень необходим в столовой. Александру Кузьмичеву дизайнерские наработки пришлись по вкусу. Глава администрации отметил, что помещение получилось очень стильным и современным. Оборудование в столовой новое. За последние три года школьное руководство обзавелось 10 единицами техники. Холодильной камерой, бойлером, электрической плитой и так далее. Еще буквально 5-6 лет назад буквально менее 30% наших ребят получали горячее питание. Сегодня более 90% в целом по городу получают горячее питание. Уже 40% в этой школе школьников получают двухразовое горячее питание. Конечно, никогда мы об этом раньше не могли мечтать. В тестовом режиме в школе работает электронная проходная. Каждому учащемуся уже выдали карточку для входа и выхода из здания. Они подходят с карточкой. На карточке штрих-код. Штрих-код прикладывают. И все, пожалуйста, они уже, как говорится, зафиксированы. На мониторе сразу уже высвечивается их фамилия, класс. Все данные их и здесь. Система эта очень удобна для родителей. Они всегда будут знать, во сколько их чада пришли в школу, во сколько ушли. Узнают, не прогуливает ли ребенок уроки и не опаздывает ли на занятия. Только как сделать так, чтобы школьник не потерял карточку или не забыл ее дома, система, к сожалению, не предусматривает.